С Новым Годом, друзья! Хочу вам сегодня рассказать об авторе, которого очень здорово читать именно в новогодние каникулы. Меня часто спрашивают, что бы такого почитать? Легкого, отпускного, незагрузного. В таких случаях я советую читать книги Фэнни Флэг. Удивительным образом Фэнни Флэг находит в людях чистое, теплое, верное и через какие-то очень простые вещи говорит с читателем об очень серьезных темах. О любви, о жизни, о предательстве и верности, об отчаянии, унынии и о жажде жизни. У Фэнни Флэг есть три моих любимых книги, вообще у нее много книг. Одна из них называется «Жареные зеленые помидоры в кафе Полустанок». По ней есть фильм, тоже, кстати, очень неплохой, и его можно посмотреть в новогодние каникулы. Вторая книга «Рай где-то рядом», о ней я сегодня расскажу. И «Рождество и красный кардинал» тоже расскажу сегодня об этой книге. Она не очень популярна, не так популярна, как «Жареные зеленые помидоры», но мне кажется, она тоже заслуживает большого внимания. Есть два способа, чтобы прожить жизнь. Первый — это будто бы чудес не существует, и второй — будто бы чудеса повсюду. Этой фразой Альберта Эйнштейна начинается книга «Рай где-то рядом». И, собственно, она вот про эти самые чудеса, про маленькие, незаметные, каждодневные чудеса, которые мы не замечаем. Вот эта вот книга научит вас замечать, быть благодарными, быть радостными каждый день. Книга начинается с того, что старушка Элнер, которая уже глубоко за 80, лезет на лестницу, чтобы собрать инжир для варенья. На нее нападают осы, Элнер падает и попадает в рай. В раю она встречает своих родственников, своих соседей, Господа Бога в очень необычном обличии. Изобретателя Томаса Эдисона, который является ее большим кумиром и общается с этими всеми людьми. Бога у нас задает очень смешные, очень серьезные вопросы, всех смешит там. А на земле в это время готовят ее поминки, ее родственники и соседи вспоминают, какая была Элнер, вспоминают, как она относилась к людям, как удивлялась всему. И вот в этих заботах, в этих разговорах, в этом общении, о карамельном пироге, о каких-то стрижках, о парикмахерских, Фенни Флэг рассуждает о вообще больших таких темах, об отношении человека с жизнью, с другими людьми. В общем, после этой книги, я думаю, вы научитесь тоже замечать чудеса, разные, большие и маленькие. И сама по себе книга – это такое чудо, я ее перечитывала три раза. Она очень такая новогодняя, очень праздничная, очень радостная, сильно советую. Вторая книга Фенни Флэга, о которой я хочу рассказать, называется «Рождество и красный кардинал». Она о мужчине по имени Освальд Кэмпбелл, ему слегка за 50, такой тусклый дяденька, который не создал семью, которому уже грустно жить, он сирота, имя-то получил в честь банки супа. И вот врач ему ставит диагноз, по которому остается жить ему не больше года. И то, если он уедет из дождливого промозглого Чикаго куда-то в теплые края. Освальд в отчаянии собирается и уезжает в местечко по названию «Затерянный ручей», такой маленький городок, и там он встречает то, о чем и не мечтал, и находит такого себя, о котором даже и не предполагал. Книга эта тоже очень такая уютная, в ней много героев, много таких сердобольных тетушек, много надежных мужчин, много таких человеческих очень отношений. И, наверное, самое главное, что об этой книге можно сказать, это доброта. Доброта людей, которые друг с другом, которые вместе, которые поддерживают друг друга. И после этой книги хочется весь свой мир сделать очень похожим на вот этот «Затерянный ручей». Здесь показан путь человека от отчаяния, от уныния, к радостной жизни, к таким открытиям уже в таком повзрослом возрасте. И я думаю, что эта книга тоже очень такая рождественская, очень новогодняя и очень позитивная. Советую Фенни Флэг в разных ситуациях, если вам грустно, если вам больно, если вы чего-то боитесь. Я думаю, что она поддержит вас в трудных ситуациях или увеличит вашу радость, если вам сейчас хорошо. А еще больше разных подборок, в том числе описание книг Флэг, вы найдете на сайте «Онск. Здесь» в рубрике «Влюбленные в книги». И ссылка в описании.